Великая Отечественная война Поэтом Матусовским и композитором Баснера В песне речь о высоте, которая находится у поселка Рубеженко Куйбышевского района Калужской области Высота, занятая фашистами, имела важное стратегическое положение Была окружена минными полями и казалась неприступной Многочисленные попытки 718-го полка овладеть опорным пунктом врага успеха не принесли Было решено создать штурмовую группу и возложить на нее решение этой задачи Добровольцев оказалось много Среди них сибиряки, новосибирские рабочие Боевая группа из 18 ребят должна была пройти в ночь с 13 на 14 сентября 43-го года в тыл противника и взять высоту Незаметно подкравшись к вражеским укреплениям, сибиряки забросали гранатами первую траншею и находящихся в ней гитлеровцев Выбили их и ринулись ко второму ряду укреплений Внезапность атаки, стремительность, дерзость операций помогли им преодолеть метры и взять высоту Однако следовавшие за ними подкрепления были отсечены минометным огнем фашистов И штурмовая группа оказалась в окружении превосходящих сил противника Окопавшись, они продолжали сдерживать натиск врага Отбивали атаки гитлеровцев раз за разом Под утро немцы начали в упор расстреливать наших солдат из танков, минометов, пушек С рассветом силы сибиряков иссякли Это было в ночь на 14 сентября 1943 года Безымянная высота 224 В 18 приняли бой против 200 Выжили двое – Лапин и Власов Из 18 героев безымянной высоты 9 трудились на нашем новосибирском заводе «Сипсельмаш» А двое – Даниленко и Касабиев с Чикаловского завода В памяти героя Даниленко Николая Федоровича Односельчане назвали одну из улиц его именем В цехе, где работал Касабиев, Татарин Алыкович Трудилась молодежная бригада его имени В конце 60-х годов один из самолетов, построенных комсомольцами на заводе Был направлен в военную часть Северной Осетии За штурвалом именной машины сел земля Касабиева Заслуженный летчик Советского Союза Всего из Дзержинского района ушли на фронт около 27,5 тысяч человек 4792 из них не вернулись домой Получили звание Героя Советского Союза 17 человек Один из них – Самсонов Борис Васильевич, ушедший на фронт завода «Точмаш» добровольцем Его полк вышел на Днепр 26 сентября 1943 года Была поставлена задача форсировать Днепр Переправа производилась ночью, на лодках, под огнем врага В жестоком ночном бою по захвату Плацдарма Красноармеец и портор Крот и Борис Самсонов В рукопашных схватках лично уничтожил 8 гитлеровцев У нас на выставке представлен экспонат Именно так его достали с раскопа Немецкая фляжка, проткнутая штыком от винтовки Мосина За этот бой 4 октября 1943 года командир полка представил бойца к званию Героя Советского Союза Однако к моменту подписания указа героя уже не было в живых Погиб смертью храбрых в октябре 1943 года На доме, в котором родился и жил Самсонов Борис Васильевич, установлена мемориальная доска Вся в храм Поbur�ам Похл�� Вся в панк Встречен história В то гипнии Незагрolor Вся в храм